Привет, друзья! Может ли знание заменить гипноз? Ну, в одно время, давно-давно, международная журналистка Савка Байчева, жена тогда бывшего замминистра иностранных дел, потом министра иностранных дел Болгарии, подошла к Кашпировскому и спросила, что вы думаете о методе саморегуляции ключ? И Кашпировский ей ответил, ну, никогда никакая вот эта вот саморегуляция не заменит силу гипноза. Ну, такой был ответ, странный весьма, потому что знание может заменить гипноз. Если человек знает, как управлять своим состоянием, знает, как пользоваться методом ключ, вот у нас будет бесплатный ликбез в понедельник в 20 часов по московскому времени. Выходите туда все, там будет во время трансляции сброшен номер Зума. Готовьте, пожалуйста, устройство Зум, чтобы выходить в Зум, задавать вопросы и получать развернутые ответы. А здесь я хочу вам еще сказать, в чем заключается сила, сила, плацебо. Да, это к слову. Потому что очень много людей, которые просто говорят, а плацебо там, это плацебо, сами не понимая, о чем они говорят. Я хочу вам сказать, что на моем попечении, условно говоря, находятся почти сегодня полмиллиона людей. Это и дети, и старики, и женщины. И мне все время там в WhatsApp или в Skype пишут, у меня ребенок болен, помогите срочно. Ну так вот, ликбез нужен для этого, для того, чтобы я показал и рассказал о том, как пользоваться приемами ключа, для того, чтобы вы получали такое внутреннее освобождение, снимали стресс, и научились такие старики, как я, такие инвалиды, как я, такие вообще-то люди уже седые, занятые, у которых нету времени, чтобы научились приводить себя в порядок, находить в себе состояние гармонии, включать внутреннюю аптеку, освобождаться от блоков сознания и тела, и лучше понимать, что и когда надо делать. Бесплатный ликбез, это вообще-то дает поразительный эффект. А тут мне недавно одна дама написала, когда в прошлый раз там мы проводили бесплатный ликбез, и там сотни-сотни комментов положительных, как вам большое спасибо, благодарность какая, вы нам помогаете. Да, а там она не посмотрела эти комменты и сразу сверху написала «Одна вода», вода, вода. Как же я буду раздавать друзьям своим это объявление, если это вода? Я ей написал «Не губите в себе дар поэта». Вообще-то есть такие люди, которые не вникают в смысл и сразу занимаются критикой. Как говорил один мой знакомый, воду мутят. Так научитесь сначала плавать, потому что есть люди, которым руку подашь, и то взять не могут. Есть такие люди, которые просто не вникают, а просто ради самовыражения напишут какую-нибудь чепуху и вводят недоразумения всех остальных. Поэтому посмотрите на моём канале YouTube «Метод Ключ Хасай Алиев». Посмотрите там несколько ликбезов бесплатных. Там разные названия в роликах, но ищите именно те названия, внутри которых есть слово «ликбез». Посмотрите их несколько, это будет огромной пользой. А что такое плацебо? Я вам сейчас всё-таки скажу. Силу плацебо. Вот, например, у меня когда-то сердце схватило, такое напряжение, я думаю, сейчас помру. И в это время я ищу таблетку, раз-раз нитроглицерин выпил под язык, и мне такое облегчение наступило. А потом смотрю, не ту таблетку выпил. Так что же и произошло? А простая вещь – плацебо. То есть у меня был образ будущего, то есть я сейчас выпью, мне станет легче. Было действие, которое я совершил синхронно с этим образом, и напряжение спало. А вот ещё, когда соединяется образ ожидаемого результата, не только с действием, но и с действием, которое связано с какими-то ощущениями. Например, человеку предлагают какой-то прибор, или предлагают просто гимнастику. И при этом говорят, вы испытаете то-то, 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 например, когда вибрация будет, или, допустим, когда делаете гимнастику, у вас появится напряжение, потом дыхание поменяется. Ну, то есть констатацию производят того, что происходит при этом действии. У человека создаётся эффект ожидания и снижения критики, что следующая фраза, он её воспринимает тоже с доверием, и она уже работает, хотя этот прибор не вызывает этого эффекта. И эта гимнастика, которую он делал, тоже, она сама по себе-то полезная. Но мы поэтому даём синхронизирующую гимнастику, то есть синхрогимнастику, где каждый из вас может подобрать для себя именно те действия и их повторяемость с чистотой вашего напряжённого ума, чтобы было совпадение. И когда действие, например, физкультура стопроцентно совпадает с вашей индивидуальностью в момент применения этих движений с ожиданием результата, так когда стопроцентно совпадает, так и у вас и бывает от этой пользы огромный восстановительный эффект. Да, огромный восстановительный эффект. Итак, послезавтра в 20 часов по московскому времени вам будет сброшен номер зума, готовьте свои устройства. Бесплатный ликбез – это волшебная вещь, там я даю знания, на самом деле, которые имеют силу, силу имеют, потому что знания – это сила, это сказано веками. Это такая сила, когда вы её знаете, что и как надо делать, как подбирать свои собственные действия, синхронные с вашим состоянием. Там приёмы такие специальные, на бесплатном ликбезе вы уходите и говорите, а у меня что-то не получается, и показываете, как вы это делаете, а я поправляю ошибки, и у вас начинает получаться. Это очаровательная вещь, очень сильная вещь. И это так просто, что у некоторых возникает ощущение, да что же я это раньше не знал. Мне многие пишут о том, что я много лет занимался дыхательной практикой, я много лет занимался йогой. И вдруг я увидел бесплатный ликбез, и вдруг я попробовал, что такое хлёст, что такое лыжник, что такое шалтай-болтай, что надо точки разминать в это время и задаваться какими-то вопросами. И вдруг мне всё стало ясно, и все пазлы сложились. Что же я раньше этого не знал? Не знал. Знания не было. Я же говорю, знания – это сила. Посмотрите несколько ликбезов, и вы всё поймёте. И раздавайте своим друзьям это объявление, потому что есть кто-то, кому-то это вот так вот нужно. Не решайте за них. Может быть, вам это не нужно, а кому-то нужно. Потому что мне постоянно пишут «помогите, помогите, помогите». И вы представьте себе моё положение. Конечно, она меня помнит, например, ещё со времён советского телевидения, когда я много делал передач. Обучал всех левитационным движениям или другим, как снимать стресс, как включать творческие ресурсы, выходить из тупиковых ситуаций. Помнят, например, меня даже из газеты «Совершенно секретно», где я вёл рубрики. Помнят меня из газеты «Правда», «Социндустрия», «Химия и жизнь», психологических журналов, из журналов «Знания и сила», «Техника молодёжи». Я же уже в возрасте человек. Поэтому давайте, раздавайте, друзья. Итак, «Знание – это сила». А плацебоэффект? Ну, что это такое? Например, если вам рассказать, какую силу имеет точка хэгу, или какую мощную силу имеет какое-то йоговское упражнение, когда вам рассказывают об этом, вы уже эстетически потребляете этот продукт. И когда вы выполняете эти действия, например, нажимаете на точку, дышите каким-то образом, это всё соединяется, образ ожидаемого будущего, образ ожидаемого результата и ваше действие. Таким образом, на самом деле, может быть, точка хэгу потрясающего эффекта. Да-да, это тысячелетиями проверено, это общеукрепляющая точка. Я только йог, к примеру, сейчас сказал. Да, и любая гимнастика, и йоговские упражнения проверены веками. Конечно, но когда вам об этом ещё расскажут, какой поразительный эффект даёт йоговское дыхание, и когда вы начинаете это действие совершать, вот этот образ соединяется с вашим действием, и у вас происходит раскрытие того ожидаемого результата. Это дополнительно к тому, что точка даёт реальный эффект, к тому же ещё работает плацебо. Так вот, плацебо, что это такое? Это чумак, который сидел вот так вот, делал рукой, пока Кашпировский думал, что сказать, как выступать и так далее. И миллионы людей по телевидению смотрели вот на это действие, и заряжали силой и энергией, и кремы свои заряжали, и много чего заряжали. А ещё был медный браслет, и было о нём написано столько, что это потрясающе регулирует артериальное давление, снижает у людей это давление, снимает страх и тревожность, беспричинное беспокойство, улучшает сон. И многие носили этот медный браслет и выздоравливали. А потом браслет стал через годы цирконевый, а потом он стал магнитный, а потом он стал ещё какой-то. Это всё соединение психотерапии, образа ожидаемого результата и действия. Да, вот это всё, когда вместе получается комплексное воздействие. Я-то врач, всё это помнят, я же 25 лет обучался в Центре защиты от стресса на Таганке, до этого я в Центре саморегуляции человека Homo Futurus в Дагестане, при Минздраве, и потом при Советско-Американском фонде культурной инициативы, из 70 городов СНГ обучал врачей и психологов, которые ко мне приезжают. Поэтому и сейчас ко мне звонят и пишут, ну помогите ребёнку, помогите мужу, там и прочее, десятое. Друзья, бесплатный ликбез – это для всех. И совершенно ничего не стоит. А то мне кто-то написал, а у меня времени нет, я в это время на работе, позанимайтесь со мной индивидуально, пожалуйста, а то у меня страхи, тревоги. Друзья, ну я же не могу разорваться на части. Я всем помогаю. Поэтому и делаем бесплатный ликбез. Итак, до встречи в понедельник в 20 часов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!